Здравствуйте! Вы смотрите программу Реальные Кадры. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в селе Уборы, сельского поселения Успенской, где буквально на этом месте. Несколько месяцев назад находилась свалка мусора, куда все жители поселка свозили бытовые отходы. Владимир Владимирович, расскажите, какое решение вы приняли совместно с жителями села Уборы и что в скором времени появится на месте свалки мусора? Да, добрый день, Маша. Действительно, мы находимся с вами в селе Уборы, нашего сельского поселения Успенская. Село Уборы, оно очень богато своей историей, можно посмотреть в литературе и ознакомиться. И, конечно же, та свалка, о которой вы говорите, она никоим образом не украшала наше сельское поселение и, конечно же, не украшала это село. И это никому не нравилось. И вот, наконец-то, в 2017 году мы проводили совместный сход граждан, где обсуждали эту ситуацию. И нам, конечно, помог закон о благоустройстве Московской области, который немножко подвиг нас уже в 2016 году заключать индивидуальные договора на вывоз мусора от частных домовладений. И, конечно же, первое желание всех сельчан было убрать, наконец-то, эту центральную, ну, назовем так, площадку для сбора мусора и временного хранения. И вот, наконец-то, вы видите, сейчас реализуется сам проект. На этом месте будет благоустроенная территория в виде парка и трех фрагментов из детских игровых площадок для разных возрастных групп, в том числе и воркаут. То есть уже такое слово и такое, скажем, новшество пришло даже в сельские населенные пункты. Жители изъявили такое желание. И действительно, эта площадка будет насыщена новыми малыми архитектурными формами, такими современными и востребованными не только для старшего поколения, но и, естественно, для нашей молодежи. Ну и хочу отметить особенность этой площадки, этой территории, что финансируется она за счет внебюджетного источника. То есть сами жители финансируют эту площадку. То есть здесь мы можем видеть яркий пример сознательности граждан, которые сердцем и душой болеют за родную землю, хотят сделать ее краше, наряду с органами местной власти. Да, действительно, это так. На самом деле наши жители – это люди прекрасные, каждый сам по себе индивидуален в чем-то. Здесь много проживает заслуженных людей. И вы знаете, скажем так, недолго длились переговоры. Люди готовы вкладывать в свою территорию, чтобы территория выглядела краше и была более благоустроена. Поэтому я искренне благодарен всем сельчанам села Уборы, которые откликнулись и участвовали в работах и продолжают участвовать. Сейчас на стройплощадке мы это увидим, где местные жители тоже работают и оказывают максимальное содействие строителям. Ну что, Владимир Владимирович, давайте пройдем на стройплощадку. Хочется посмотреть размеры будущего комплекса. Ну и, конечно же, узнать, сколько вам пришлось сил и трудов приложить, чтобы вывезти с этой немаленькой территории огромное количество мусора. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вы знаете, площадка площадью более трети гектара. Тут порядка 40 соток земельный участок. И если учесть, что здесь была старая котельная, старый тепличный комплекс, куда десятилетиями сносили мусор. И, скажем так, ту верхушку айсберга в виде мусорной площадки мы убирали ежедневно. А вот все, что оставалось в основе, я думаю, более подробно скажет Олег, который является здесь прорабом на стройке. Ему здесь приходилось регулировать поток машин. Но вот с его слов скажу, что он вывез порядка двух тысяч кубов из строительного, конечно, мусора. Но, естественно, бытового мусора, который здесь складывался и хранился, скажем так, нашими поколениями. То есть практически был снят не только верхний слой, да, но и нижний. Мы видим, ну, огромную площадку за собой, и тут надо было, наверное, снимать прям слои. Да, видите, особенность этой площадки, что она разноуровневая, да. И, естественно, перед началом работ казалось, что это один уровень. Но когда строители зашли и начали выкапывать, то это все было, оказывается, завалено мусором, который складывался здесь вот в поколении. То есть строители ждали сюрпризы. Их было немало на этой площадке. Да, да, их было немало. И сказать хочется им большие слова благодарности. Они работают, работают в этом году. А год у нас особенный. Дожди идут каждый день. И они сумели сделать и систему дренажа для наших площадок. Ни одна техника здесь не застряла и не утонула. Владимир Владимирович, а примерные сроки сдачи объекта, когда здесь все-таки вот все будет завершено, и когда смогут и жители, и гости поселка приходить и проводить здесь отличное время всей семьей? Вы знаете, невзирая на то, что финансируется за счет жителей, то есть здесь нет четкого графика финансирования, но график работы идет очень жестко, и он идет буквально под контролем жителей и местных органов власти. И мы уверены, что 1 сентября данная детская площадка будет задана в эксплуатацию. То есть это будет подарок всем школьникам и всем малышам, которые здесь проживают. Ну и не только, наверное, проживают, но и приезжают в гости в село Уборы. Да, я повторюсь, село Уборы, оно очень уникальное, это историческое, у нас прекрасный здесь природный ландшафт, мы его стараемся сохранить, это наш храм здесь, и каскад прудов, Москва, река, Шереметьевский парк. Я думаю, будет у вас возможность показать всю красоту этого населенного пункта. И приглашаем всех жителей Одинцовского района и Подмосковья в наше прекрасное село, село Уборы. Олег Анатольевич, вы как раз-таки тот человек, вы не только являетесь жителем села Уборы, да, наверное, стояли в ряду первым, кто был за строительство детской площадки на месте мусора, но вы еще и возглавили это строительство. Вот расскажите о том, с какими трудностями вам пришлось столкнуться, когда вы пришли на объект и видели просто гору мусора. С большими трудностями, еще здесь удивляться, ну, было очень все захламлено, так скажем. Завалено мусором, большим объемом все вывозилось, выкапывалось, передвигалось, ну, и приводилось все в порядок. Пока то, что вы можете видеть, практически, конечно, результат того, что здесь осталось совсем чуть-чуть. Осталось вывезти, убраться и навести порядок на территории. Ну, уже, наверное, положить покрытие, да, поставить? Установить детские, да, детские оборудования, детский гробок, покрытие на двухплощадках, ну, и, в принципе, дорожки сделать, то есть привести порядок в парк, так скажем. Расскажите, как отнеслись вообще к идее жителей, насколько они действительно поддержали идею превращения свалки мусора в детскую площадку, и действительно ли они помогают на этом объекте? Положительно. Ну, все одобряют тому, что этот объект такой был довольно-таки, не вписывался, так скажем, в соседние дома, в соседнюю нашу деревню. Тем более, нас не было нигде, никогда по центру детская площадка Градка. Был на отшибе, но он очень отдаленный. Для уборовских жителей это близко, для дубецких это далеко. А здесь по центру. Сначала переживали, что это отдадут под строительство дома, как его не продадут, их очередной раз, а нет, все это делается. Ну, просто как бы это сама под контролем, поэтому я положительно, у меня даже маленькие дети, поэтому мне это очень было даже заинтересовало. Какие уровни здесь площадок появятся? Что здесь будет помимо воркаута? Спортивный комплекс здесь будет, детский комплекс игровой. Ну, а сверху будем ставить елку по центру. Ну, возможно, в новогоднее время будут и наряжаться. Ну, то есть, это станет таким центром притяжения, тем более, что здесь буквально в нескольких метрах находится Дом культуры, села Уборы. То есть, наверное, на этой площадке теперь будут проводиться все крупные праздники? Думаю, что да. Потому что детей сейчас очень много появляется. Ну, как появляется, ну, проживают здесь люди, дети ходят, так же их не родители. Ну, все положительно относятся к этому. Мне кажется, вот ваш пример, пример неравнодушия жителей села Уборы, он должен быть для всех показательным. То есть, финансируется за счет жителей села Уборы. Жители села Уборы участвуют в строительстве детской площадки, контролируют строительство. А по-другому нельзя. Так и надо делать. Вот администрация нам прекрасно помогает, дает добро на это все. Поэтому здесь взаимодействие должно быть у властей и у местных жителей. Ну, и не должны, наверное, жители огораживаться только своим домом, дверью и забывать обо всем. А очень трудно. Люди это разные. Многие загораживаются, а многие наоборот открываются. Мы, например, местные жители, мы открытые. А сюда же не только местные бежим, много приезжих. Люди разные. Местные, как бы сказать, непростые. Сами знаете. Рубль-Успенская, что все очень сложные люди. Кто-то положительно относится, кто-то отрицательно. Ну, в любом случае, все вместе вы делаете доброе дело. Взаимодействие со всеми. Вот так скажем честно. Владимир Владимирович, мы сейчас находимся в уникальном месте села Уборы. Расскажите о его истории. Вы знаете, действительно, мы сейчас с вами находимся в селе Уборы, где богатая история. И вот, в частности, мы с вами находимся рядом с храмом, который построил крепостной зодчий Яков Бухвостов. И вся история данного села, она связана с родом Шереметьевых. А вот, в частности, мы с вами находимся сейчас на детской площадке села Уборы, рядом с Шереметьевским парком. И совсем рядом, в 100 метрах, здесь каскад Шереметьевских прудов, и куда мы приглашаем всех жителей Одинцовского района и Подмосковья для отдыха, чтобы посмотрели, как богат наш Одинцовский район и, в частности, села Уборы. Вот, мы только что находились на строительной площадке будущего детского спортивного объекта. Здесь уже детская площадка давно построена, и теперь новая площадка, она просто свяжет длинное село Уборы, да, достаточно по протяженности, будет удобно всем жителям. Да, мы с вами на детской площадке, которая уже более пяти лет, она вот находится в эксплуатации постоянной, очень востребована нашими детишками, местными жителями, да и гостями. И есть такое понимание, что село Уборы, и к нему примыкает село Дубцы. Мне всегда это тяжело услышать, для меня это один населенный пункт, здесь люди для меня все одинаковые, все они прекрасные, они просто патриоты своих населенных пунктов. Но вот исторически так сложилось, что Уборы и Дубцы, они как административные населенные пункты, они разные. Вот, но тем не менее, эта детская площадка считается для села Уборы, хотя здесь все детишки находятся. А вот мы с вами были сейчас на объекте, который находится действительно в центре населенных пунктов, который является соединяющей частью села Уборы и села Дубцы. Но еще раз повторюсь, что никогда не разделял эти населенные пункты, для меня это одно целое. Да, собственно, и для всех, кто здесь проживает, это только как историческая справка, что это разные населенные пункты. Спасибо, Владимир Владимирович. Будем ждать вместе с жителями сельского поселения Успенское открытие нового спортивного объекта. Ну и, конечно же, расскажем нашим телезрителям о других интересных площадках, которые находятся в вашем поселении, а их немало. И есть чем гордиться, и есть о чем рассказать. На открытие обязательно вас пригласим, всегда ждем в гости. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова